На конкурс дети читают стихи. Бабенко Анастасия, 17 лет, студентка Курского автотехнического колледжа. Стихотворение «Баллада о земничецах» Роберт Рождественский. Как разглядеть за днями след нечёткий, Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были лишь девчонки, А старшей было 18 лет. Лихая чёлка над прищуром хитрым, Бравурное презрение к войне. В то утро вышли танки прямо к химкам, Те самые, с крестами на броне. А старшая, действительно старея, Как от кошмара заслонясь рукой, Скомандовала громко «Батарея! Ой, мамочка, ой, родная, огонь!» И зал. И вот они заголосили. Девчоночки запричитались власть. Как будто бы вся бабья боль России В девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное, рябое, Был ветер, обжигающий, горячий. Былиный плач и сел над полем боя, Он был страшнее разрывов, этот плач. Ему протяжному земля внимала, Остановясь на смертном рубеже. «Ой, мамочка, ой, страшно мне, ой, мама!» И снова «Батарея!» И уже. Перед ними, посреди земного шара, Левее безымянного бугра, Горели неправдоподобно жарко Четыре черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, Бой медленная кровью истекал. Зенитчицы кричали и стреляли, Размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, Впервые защищая наяву И честь свою в буквальном смысле слова И родину, и маму, и Москву. Весенние, пружинищие ветки, Торжественность венчального стола, Несказанная «Ты моя навеки!» Неслыханная «Я тебя ждала!» И губы мужа, и его ладони, Смешное бормотание во сне. И то, чтоб закричать в родильном доме «Ой, мамочка, Ой, мама, страшно мне!» И ласточку, и дождик над Арбатом, И ощущение полной тишины Пришло ему к ним после, в сорок пятом, Конечно, к тем, кто сам пришел с войны.